Халлику кулли щайн фабуду Он является создателем каждой вещи и по сему поклоняйтесь ему Как мы сказали, румубия требует признания господства Признание того, что Аллах С outta Сан-Имляния создателем каждой вещи и требует от тебя что? Поклонение ему одному Айфа атиру, подчинятес ему Вагу аля кулли щай вакиль И Всевышний Аллах является попечителем каждой вещи А 406 То есть хранит каждую вещь Вот так бир И управляет То есть является хранителем каждой вещи и управляющим ей Мы брали с вами Бараклу фикум Это слово вакиль «Что значит слово вакиль?» разбирая тему «Тавакуль» в серии уроков «Единобожие в вопросах и ответах». Хотелось бы, Варак и Луфиков, сделать маленькое напоминание перед тем, как закончить урок. Очень важно, братья, изучать виды поклонения Аллаху Субтитровскому сердцем. Очень-очень важно, братья, изучать виды поклонения Аллаху. Мы изучаем в наше время, как намаз считать, правильно? Как уразу удержать, брать уроки, записывать статусы себе, братья-сёстры ставят. Вот намаз так надо читать. Вот вышел новый урок, как намазать, вот вышли новые уроки, как уразу держать, вот вышли уроки, как закядывать, вот вышли уроки, как хач делать и так далее. И о том, при этом забывает Барак и Луфиком, что самый важный вид поклонения – это поклонение сердцем, братья. Такие виды поклонения, как искренность, братья. Такие виды поклонения, как любовь к Аллаху, в которой, братья, не должно быть никакой конкуренции, не должно быть никакой тесноты. То есть, любовь кому-то не должна теснить любовь Всевышнего Аллаха Субтитровскому. Братья, такой вид поклонения сердцем, как таваку, любование на него. Такой вид поклонения, как страх перед Всевышним Аллахом во всех его видах. То есть страх перед Аллахом называется хав. Один страх вида. Есть страх перед Аллаху спонатали, рахба. Есть страх перед Всевышним Аллаху спонатали, хащья. Это все виды страха Всевышнего Аллаха. Также, братья, из видов поклонения сердцем, надежда. Также, братья, из видов поклонения сердцем, связь сердца с Аллахом. Также из видов поклонения сердцем, ненависть ради Аллаха и любовь ради Него, братья. Также из видов поклонения сердцем, хорошие мысли о Всевышнем Аллахе. Также из видов поклонения Аллаху спонтану сердцем, смирение перед Ним, худо, то, что называется, или как это говорят, суджуд сердца, с которым мы вообще никогда не должны поглядеть. То есть есть такой суджуд, братья, с которого человек не должен поднимать голову. Это что? Худо, смирение перед Господом. Это как примеры, братья, все эти виды поклонения являются фардом для человека. Вот как намаз для тебя, пять намазов фард является же, как для тебя уразами и сорваном фард является, как для тебя хач и закяджи фардом является, если у тебя есть на то возможность. Вот так же, братья, все эти виды поклонений, которые я перечислил, братья, являются обязательным для человека. И получается, если человек намаз не читает, он грешник или нет. Даже некоторые мне говорят, что ученые, что он является неверующим, правильно? Если человек уразов не держит, он грешник или нет. Если человек есть возможность хач идти, не делает грешник или нет. Вот так, брат, если я эти виды поклонения, что я перечистил, братья, виды поклонения сердцем человек не делает, то он совершает большой страшный смертный грех, братья. И поэтому человек может жить, не изучая Куран и Сунна, не изучая правильное убеждение. И это становится причиной того, что он оставляет вот эти обязательные виды поклонения сердцем и живет в грехе, братья. А потом не может понять, вроде я намаз считаю, вроде уразу держу, а имана увеличение, имана не чувствую. Нет у меня роста имана. Или же какие-то беды, говорит, там туда-сюда. Почему? Потому что ты оставил поклонение сердцем. Многие говорят о запрете посвящения, также другой вид проблемы какой. Многие в наше время говорят, что запрещено вот эти виды поклонения посвящать кому-то. И что тот, кто делает подобное, тот является мушариком. Но очень мало говорит о том, что представляет из себя виды поклонений, как их воплощать в жизнь. Зайдите, братья, на любой сайт, на любой канал, там, где говорят об отсутствии оправдания и пеневежеству. Зайдите на любой такфиристский сайт и попробуйте, найдите там хотя бы одну минуту урок, где они рассказывают вот об этих видах поклонений и каким образом их нужно посвящать Аллаху. Да не найдете никогда, братья. Многие говорят в наше время, если взойдете на так называемые исламские каналы, в которых есть благо. Многие на эти каналы говорят о делах органов, о молитве, уразеях, хаджах, закятах, нравах, благочестиях родителей. Вообще не говорят о видах поклонений сердцем, братья. Хотя эти виды поклонения намного важнее поклонения органами, братья. И мало того, по-настоящему и должным образом они могут выполняться, эти дела органов, только при силе поклонения сердцем. Пророк, салава, сказал, если исправится сердце, то исправится все тело. Поэтому, видим, в наше время люди молятся, постятся, закят дают, хаш делают, мечети строят. И при этом по уши погрязли в многобожии, в грехах, потому что они уподобились людям писания. Люди писания, да, внешне уделяют внимание органам. Некоторым, ну, делам сердец, внимания не уделяют, братья. И все потому, что сердце пустое, братья. Нет поклонения сердцем Аллаху. Сердце-то просят, сердце-то создано для этого. Создано для того, чтобы поклоняться. Просит, просит, просит. Если человек не дает это сердцу, сердце начинает поклоняться кому-то, кроме Аллаха. Хочет этого человека или нет. У нашего брата, шейха Иса Абад Бархмана, есть хорошее сердце лекции, хорошая серия уроков, называется «Поклонение сердцем». Ссылочка будет под этим видео. Также побуждаю прослушать серию уроков Единобожия о вопросах и ответах. По милости Всевышнего Аллаха, в них подробно разбираются эти виды поклонения. Хаза в Аллаху Аляву Аляву. Важаكم, Аллаху Ахайра. Субханак, Аллахума, бихамдик. Ашхаду, ам ла-йла-йла-на. Астагуфирку, ам тубу и ла-йла. Субханак, Аллахума, бихамдик.